У нас сейчас в стране колоссальная диспропорция с точки зрения образования и потребностей экономики. Причем диспропорция двойная. С одной стороны, абитуриенты хотят поступать на так называемые престижные специальности, условно говоря, хрестоматийные юриспруденция и экономика вузы. Вузы им охотно предлагают эти специальности, какого бы профиля вуз ни был, пусть даже это институт культуры и искусств. С другой стороны, закончив эти специальности, они абсолютно не востребованы рынком труда уже, потому что рынок труда предъявляет совершенно другие требования. Рынку труда нужны люди с рабочими специальностями или люди инженерных специальностей, потому что экономика, несмотря на все вот эти вот мировые турбулентности, у нас все равно растет. И мы вынуждены замещать инженеров, мы вынуждены замещать людей рабочих специальностей, скажем так, пришлой импортированной рабочей силой. Это не всегда таджики или узбеки, это зачастую уже даже турки, которые сейчас работают в сфере строительства, которые работают на инженерных специальностях и так далее. Причина, помимо вот этого дисбаланса в системе образования и потребностях рынка труда, еще и психологическая, потому что для большинства людей, для большинства, в первую очередь, родителей и абитуриентов, сам факт наличия высшего образования у их ребенка — это некий мифический пропуск в хорошую жизнь. Это некая хорошая зарплата, некое положение в обществе, некий социальный статус, некая работа, которую их чадо как бы должно получить. В итоге не получается ничего, и выход из этой ситуации на самом деле он двоякий. С одной стороны, это серьезное внимание государства к возвращению престижа рабочих специальностей, причем не формальное внимание, не попытка это решать какими-то административными мерами, а именно как комплексный вот такой вот фактор. С другой стороны, это устранение дисбаланса в системе образования и экономики, и здесь нужна такая мера, как, например, в частности, перенос профильных вузов из тех территорий, где те или иные виды экономики не свойственны им, в территории, где в них высокая потребность. Но, условно говоря, мне непонятно, например, что Московский институт стали и сплавов делает в Москве, потому что здесь нет металлургической промышленности. Ему место в Магнитогорске, например, Челябинской области, потому что сейчас молодой человек из Магнитогорска должен приехать учиться в Москву, здесь снимать квартиру, здесь его родители должны содержать, и, естественно, он потом не возвращается в свой Магнитогорск, отучившись здесь на инженера металлурга, он остается здесь работать продавцом в киоске Евросеть, продавая сотовые телефоны. В итоге Магнитогорск без металлурга, парень без будущего, а государство тратило в течение пяти лет на это деньги. Поэтому максимально приближать вузы к производствам, создавая кластеры научно-производственно-образовательные, это, безусловно, требует денег, это требует серьезных инвестиций, но иначе этот дисбаланс не исправить.